Здравствуйте, уважаемые друзья! Такой маленький вопросик Если человек устраивается на работу, допустим, гипсокартонщиком То есть какие-то минимальные требования по знанию языка Что, дескать, агентство говорит, что Три с половиной достаточно по АЛЦУ Другие говорят, читая официальный сайт, что надо 5 Кому верить? Это вопрос, на самом деле, общий Не только по этому частному вопросу Если у вас есть информация от агентства И если у вас есть информация с официального источника То всегда, всегда, всегда И еще раз, всегда доверяйте тому, что написано на официальном сайте Потому что именно официальный сайт Это инструкция к действию Побуждение Я же не правильно Информация с официального сайта Это инструкция к действию для иммиграционного офицера Не то, что вам говорит агентство Агентство вам говорит Да, ну, бросьте там, не знаю На официальном сайте требует вот это, вот это, вот это А мы, нам кажется По нашему представлению Все на самом деле проще Не так заморочено И так далее Знаете, как это по принципу Наша Раша была Да ты успокойся, я уже миллион раз так делал По-моему, как-то так звучало Не помню, что точно Смысл такой Никогда не введитесь на такого рода утверждения Всегда читайте внимательно Если есть возможность И вы знаете язык на каком-то таком уровне Чтобы можно было читать информацию с официального сайта Всегда читайте информацию с официального сайта Если там написано, что Надо делать то-то, то-то, то-то Значит, делайте то-то, то-то, то-то Еще раз говорю эту мысль Я давно ее не повторял Наверное, имеет смысл ее еще раз повторить Что в Канаде сугубо формальный подход Если по формальному подходу По формальным признакам Что-то не выполняется То ваше досье просто отбраковывается Понимаете? Не допускайте этого Агентство это хорошо Помощь друга хорошо Но доверяй, но проверяй Всегда действуйте так, как говорит вам Действует государство А не агентство При всем хорошем отношении к этим самым агентствам Если они того заслуживают Все Если Возвращаясь к конкретному вопросу Если На всякой результате написано, что вы должны знать Айлтс По вашей рабочей категории на 5 Значит, вы должны кровь из носа Получить Айлтс на 5 И тогда будет вам жизнь и счастье А не 3,5 Откланиваюсь на этом Желаю вам всего самого хорошего И до свидания Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok